Зона 404 Гиблое место Здесь все по-другому Здесь каждый сам за себя И каждый движет лишь одна цель Выжить любой ценой В твоем ангаре три танка У каждого свои сильные и слабые стороны Советская машина, быстрая, с высоким пробитием Немецкая, бронированная, с большим разовым уроном Американцы сделали ставку на урон в минуту и качество радара Вместо экипажа — командир с двумя навыками Эксперт и шестое чувство У каждого танка есть уязвимые зоны Посмотреть их можно прямо в ангаре Стреляя в эти места, шанс нанести критическое повреждение значительно выше Боевать можно одному или в компании двух друзей Когда техника выбрана, можно отправляться в бой Одиночки и взвод охотников попадают в разные бои В одиночном режиме сражается двадцать танков В командном — двадцать один То есть семь полностью укомплектованных взводов Место высадки каждый выбирает сам В первые минуты действуй осторожно Но не засиживайся по углам Ищи специальные ящики Они бывают четырёх видов Ящики с боекомплектом, помеченной жёлтым дымом В них ты найдёшь опыт и снаряды Ящики со снаряжением узнаешь по зелёному цвету В них содержатся опыт и боевые расходники Кроме того, каждый ящик слегка восполняет очки прочности танка Если повезёт, наткнёшься на груз, сброшенный с самолёта Он помечен синим дымом Это самый объёмный запас опыта и снаряжения Но будь осторожен Он отображается на миникарте у всех охотников Уничтоженный танк отмечен красным дымом Ты можешь забрать все его снаряды, снаряжение И получить солидную прибавку к опыту Опыт также начисляется за урон по врагу Накопив достаточно, ты сможешь повысить уровень своего танка В течение боя он прокачивается с первого по восьмой По нажатию клавиши «Н» ты увидишь весь путь Каждый уровень предлагает один из двух модулей на выбор Они меняют характеристики и внешний вид машины Для удобства жми «Контрол» и цифру модуля Отменить решение нельзя, так что будь внимателен По итогу можно собрать очень непохожие по боевым качествам машины Правда, в следующий бой придется выйти на танки базовой комплектации И получать улучшения заново В бою действует новая система видимости Она сильно отличается от стандартной и основана на принципе конуса обзора Он привязан к направлению орудия Так что вращай башней, чтобы быть в курсе происходящего вокруг Ты заметишь только тех противников, которые попадают в сектор После ухода из сектора твоего обзора враг виден еще несколько секунд При этом на близкой дистанции работает стандартный рентген Если ты сам попадешь в сосвет, сработает лампочка Верный признак того, что нужно прятаться Также в твоем распоряжении есть радар Он активируется клавишей «Х» На миникарте в радиусе его действия отображаются ближайшие враги и точки с полезными предметами Но есть нюанс В этот момент ты становишься заметен на миникартах других охотников В области обнаружения их радаров После использования радару требуется время на перезарядку Чтобы выжить, используй боевые расходники Они бывают двух видов — персональные и глобальные Первые влияют на твой танк Турбонагнетатель увеличивает мощность и максимальную скорость Ремонтный набор чинит все модули танка Восстановление восполняет фиксированный процент прочности Предельная концентрация временно повышает комфорт и эффективность стрельбы Глобальные расходники работают по площади Авиаудар оглушает противника и наносит урон в указанной области Зона восстановления постепенно восполняет прочность твоего танка и совзводных Капкан в районе действия снижает характеристики вражеских машин Дымовая завеса скроет тебя от взора врагов Ты можешь возить любое количество расходников Вопрос лишь в том, какие из них и сколько тебе получится собрать Охотясь на других, не забывай Боевая зона постоянно сужается Ты будешь видеть это на мини-карте Или более детальной карте при нажатии кнопки «Тап» В опасной зоне еще можно находиться Но и смертельной Лучше выбираться поскорее В ней танк довольно быстро теряет очки прочности В финале боя, когда зона максимально уменьшилась, начинается самый напряженный этап Здесь танкисты сражаются за победу, используя самые хитрые тактики и максимум боевых расходников Выживет только один По результатам боя ты попадешь в одну из трех групп Лучшие игроки получают шевроны Те, кто в середине, сохраняют их Выбывшие первыми, теряют Похожие правила действуют и для взводов Накопив достаточно шевронов, ты получишь степень Всего их 25 Пятая, пятнадцатая и двадцать пятая — несгораемые За каждую степень полагается награда Чем дальше пройдешь, тем больше получишь Последняя, двадцать пятая степень Принесет тебе боны, кредиты, медаль, нашивку Уникальный стиль и дни танкового премиум-аккаунта Вдобавок выполняй ежедневную боевую задачу И получай дополнительные кредиты Дойти до двадцать пятой степени и получить финальную награду непросто Зато увидев тебя в уникальном стиле Все сразу поймут, что ты не раз выходил из зоны 404 победителем Участвуй в новом режиме и стань самым опасным охотником в World of Tanks Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok